Рейд по выявлению неисправных маршрутных такси, который перевозят пассажиров через центр Волгограда, прошел сегодня на площади Ленина. Участие в проверочном мероприятии приняли сотрудники Облкомитета транспорта и дорожного хозяйства, ГИБДД и Управление госавтонадзора по Волгоградской области. Сотрудники ГИБДД выявляют нарушение технической неисправности на маршрутном транспорте. В случае выявления технической неисправности в отношении водителя составляется административный материал. Далее в случае необходимости проводится административное расследование, привлекаются должностные и юридические лица. Если техническая неисправность касается рулевой или тормозной системы, транспортное средство задерживается, помещается на охраняемую стоянку и хранится там до устранения причины задержания. После ДТП, которое произошло несколько дней назад в Рашиловском районе, где в аварию попало маршрутное такси номер 160, проверяющий осматривает не только техническое состояние машин, но и тщательно проверяет документы у водителей. Именно эта автоавария и послужила поводом для проведения в Волгограде рейда под названием «Маршрутка». Напомним, что тогда при столкновении автомобиля «Газель» 160 маршрута с «Ладой Приорой» пострадали 8 человек. Было установлено, что маршрутка, которая следовала из Волжского микрорайона Тулака, находилась на линии нелегально. Поскольку решением комитета транспорта маршрут 160 должен останавливаться на тракторном, но тем не менее он продолжает работать по предыдущему схеме маршрута. И вот мы сегодня видим то же самое на площади Ленина, где этих машин не должно быть, они продолжают идти одна за одной. Такое отношение к решению органов государственной власти Волгоградской области является со стороны перевозчика циничным, показывает неуважение не только к органам власти, но и к людям, которых они перевозят. Впрочем, как убедила сегодня наша съемочная группа, маршрутный такси номер 260, 174 и 160 не исполняет постановление властей и по-прежнему осуществляет пассажирские перевозки по центру города. Вы же должны до Диаманта ходить? Вообще-то да. А почему вы ездите? Ну, потому что нам высказали, что будем ездить пока от Улака, а там видно будет, нам никто ничего не говорил о Диаманте. Пассажирам сегодня пришлось испытать некоторые неудобства. Кто-то терпеливо ждал окончания проверки, кто-то был вынужден пересаживаться на другой транспорт. Опросы безопасности людей, безусловно, волнуют, но опаздывать на работу, в больницу или просто долго ждать общественный транспорт на остановке никому не хочется. Ну, вообще удобно очень было и очень жаль, что постановление такое сделали, потому что удобно до Волжского. И причем этот маршрут именно 160, он чаще всего ходит. И поэтому проблем с транспортом никогда и в любое время могла уехать. Во многих случаях эти перевозчики не имеют страховки, во многих случаях эти перевозчики не имеют технически исправных автомобилей. И цель таких рейдов, они будут проходить регулярно, именно шаг за шагом избавляться от некачественной техники, от некачественных предоставляемых услуг. И от тех перевозчиков, которые не собираются выполнять общеустановленные требования. Водитель этой маршрутки, например, вообще вышел на линию бесправ. Он не смог предъявить водительское удостоверение по просьбе инспектора ГИБДД и был задержан для составления протокола. Можете пояснить, почему вы бесправки делаете? Потому что у нас жизнь такая. Получится так, что просто я тоже человек и забыл. Легко в машине. Сегодня утро сел, зарул на маршрутке и поехал. Ну, бывает же все такое. Главное, чтобы чья-то забывчивость, невнимательность или же сознательное неисполнение установленных правил не привели к трагическим событиям.